Дабы Россия не подрывала американскую демократию. Но позвольте, и без всякого иностранного вмешательства выборы в США проходят столь неряшливо, а желающих вмешаться и подкрутить результат внутри самой Америки столь много, что в этой катавасии уже и потеряна всякая надежда на учет честного волеизъявления граждан. А чего стоили эти ложные рейтинги, по которым Байден уходил от Трампа в отрыв чуть ли не на 15%? Сейчас-то выясняется, ноздря в ноздру идут два кандидата. Неужели социология в Америке действительно столь неточна? Трамп справедливо относит это к грязным технологиям и мошенничеству. Равно как и действия социальных сетей, когда высказывания Трампа в Твиттере помечаются как недостоверное сообщение. Равно как и явную ангажированность большинства американских СМИ, когда президента США на полусловии просто вырубают из эфира CNBC с таким комментарием ведущего Шепарда Смита. Мы прерваем трансляцию, потому что то, что говорит президент США, по большей части является абсолютной ложью. Ровно так же прервали трансляцию и другие телеканалы MSNBC, ABC, CBS и NBC. Таким образом, Трампу заткнули рот, когда он говорил о фейковых соцопросах в пользу Байдена, которые сопровождали всю президентскую гонку. Собственно, это один из признаков цветных революций, когда в борьбе за власть разрушаются институты. Журналистика – общественный институт. Нынешняя пристрастность американской журналистики – свидетельство ее разрушения. Президент США – целый государственный институт. Вырыбать его из эфира с оскорбительными комментариями – разрушение государственного института. Выборы – тоже институт. Поскольку у выборов в США нет корректного результата и уже нет надежды его получить, то разрушен и институт выборов. В общем, нас долго из Америки учили. Сейчас учитель устроил в собственной школе дебош, переколотил стекла, сам обделался. Все очень громко и жалко. А что касается победы на президентских выборах в США, то в бесспорных победителях – фанерная кампания. Об удивительном из США наши корреспонденты Денис Давыдов и Валентин Богданов. Для победной речи на сцене предвыборного штаба в Делавере Джо Байден появляется вместе с будущим вице-президентом Камалой Харрис. Идеальное время для телевизионной трансляции на восточном побережье США – половина девятого вечера. Это прайм-тайм. Их тандем сопровождают электоральные рекорды. Она первая женщина-вице-президент. Он в свои неполные 78 – самый пожилой американский лидер за всю историю. И только третий, кто смог победить действующего главу Белого дома за минувшие 100 лет. Последним, у кого такое получалось, был Билл Клинтон при Джорджа Буше-старшем. Своего же соперника Дональда Трампа, который не считает себя проигравшим, Джо Байден даже упомянул, что, в общем-то, необычно. Для всех тех из вас, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю разочарование сегодня вечером. Я сам несколько раз проигрывал, но теперь давайте дадим друг другу шанс. Пора отбросить резкую риторику, увидеть друг друга, снова услышать друг друга и добиться прогресса. Мы должны перестать относиться к нашим оппонентам, как к нашим врагам. Они не наши враги, они американцы. Байден, обращаясь к аудитории, часто использует слово «ребята». Хочет казаться простым, как Кеннеди, который для него всегда был примером. Оба ирландцы, оба католики. В победной речи немало устойчивых христианских выражений. Например, «храните веру» восходит как раз ко временам гонений на ирландских католиков. Да и нынешняя Америка, которую Байден самонадеянно называет «маяком» для всей планеты, тоже переживает непростые и не лучшие времена. Так что помните, когда мой дедушка однажды сказал мне, когда я выходил из своего дома в Скрентоне, «Джоуи, храни веру». И бабушка, когда была жива, говорила, «Джоуи, распространяй это, распространяй веру». Бог любит вас, да благословит Бог Америку, и пусть защитит наши войска. Спасибо. Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской Через океан подать рукой Между Брайтон-Бич и Дерипасовской Разницы нет вовсе никакой Рай земной козел какой-то выдумал Здесь и там один и тот же бал Кто-то здесь, конечно, что-то выгадал Ну, а кто-то что-то прогадал Хеллоу, Америка, с другого берега Ты рай, им кажешься и выгадешь, окей Пусть от Брайтон-Бич до Дерипасовской По небу летают корабли Между Брайтон-Бич и Дерипасовской Годы непростые пролегли Тяжело здесь или замечательно В детство ты билетик не возьмешь Ставит жизнь диагноз окончательный И к врачу другому не пойдешь Брайтон-Бич и Дерипасовской Хеллоу, Америка, с другого берега Ты рай, им кажешься и выглядишь, окей Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской Через океан подать рукой Между Брайтон-Бич и Дерипасовской Разницы, конечно, никакой Ни себя, ни вас курить не стану я Где и что ты не предпринимай Жизнь, она повсюду та же самая Дни свои прокашлял и гудбай Хеллоу, Америка, с другого берега Ты рай, им кажешься и выглядишь, окей Хеллоу, Америка, с другого берега Ты рай, им кажешься и выглядишь, окей То, что Россия больше не вмешивается в выборы в США Это, наверное, показывает слабость российских спецслужб в этом году И, безусловно, мощь в 2016 году Когда в ЦРУ и ФБР был разброд и шатание Ну все, теперь, наконец-таки, контроль над Белым домом Своими родными спецслужбами в США восстановлен А то, что статистика оказалась не точная И 100% победы Байдена не получилось В этом-то и настоящий кайф настоящих выборов Не таких, как в России или Германии Где жесточайшая конкуренция от начала выборов И до момента подсчета голосов И даже после них Там СМИ, действительно пятая власть Они могут отрубить аж самого президента А в России же 8 месяцев надо согласовывать Того или иного журналиста Чтобы тот задал вопрос президенту Российской Федерации И ту у него потом отбирают даже блокнот с ответами Почувствуйте, что называется А мы начинаем лживые вести недели с Дерибасовской в Одессе Чтобы вы больше украинцев не оскорбляли Так у нас идет запись, идет, ну все хорошо Байдену осталось победить лишь в Неваде Чтобы стать президентом США Однако, если он это сделает На сей раз это вовсе не означает, что Байден победил Ведь Трамп будет, и он уже это делает Подавать иски в суд И все может дойти до Верховного суда Который как рефери на футбольном поле И определит победителя Трамп седует на то, что из-за пандемии Невозможно честно и объективно Почитать голоса Кто-то голосовал по почте Кто-то по СМС Кто-то пришел сам на избирательный участок Ну в общем какой-то хаос творится сейчас В США, а не выборы Однако, действительно, пока лидирует Байден Я не думаю, что Верховный суд США Прямо в открытую, как говорят умные в кавычках Политологи России Встанет на сторону Трампа Из-за парксильных взглядов Нет, суд это суд Судьи Верховного суда Могут принять Соломоновое решение И назначить перевыборы Как на Украине Ибо Действительно невозможно Почитать объективно Беспристрастно и неподкутно Голоса в США Потому что люди Из-за пандемии по-разному голосовали Но давайте взглянем правде в глаза Так что же не хватило Трампу Для уверенной победы Ну во-первых Его подкосил коронавирус Будь он не ладен И Трамп на сей раз Не смог объехать все штаты А особенно Калифорнию Где разыгрывается гигантское количество выборщиков Ну скажем по баскетбольному очков Ну и сама эта пандемия Ведь Америка на первом месте По количеству зараженных И люди Граждане США Винят в этом Трампа Естественно И это действительно антизаслуга Это один из промахов Трампа То что он Отменил Обаму Керп То есть бесплатную медицинскую страховку Ему сейчас Аукнулось по полной программе И мы Видим на фото Не улыбающегося Трампа А улыбающегося Байдена Который Скорее всего И победит на выборах Пока я вынужден говорить Что именно скорее всего Потому что результаты не подведены Да Байден конечно Тот еще коррупционер Все мы помним скандал С Бурисомой И сыном Байдена Но мы увидим Что Это Байден Это же Чистые воды Мы видим Что Байден Это же чистые воды Черненко Позднего совка Позднего Советского Союза У него Болезненная речь И он путает Города А Риторика Типа Я загляну Путину В глаза Это же Риторика Джорджа Буша Младшего 20-летней давности Но несмотря На Хилость И в каком-то плане Марзматичность Байдена Он Если он Возьмет Власть США Более опасен Чем Трамп Для Путина Для России И дело Даже не в том Что Байден Это Идений То есть Он Будет Он будет Продвигать Демократические Терри Революционные Движения Помогать им В самой России И пропихивать Демократические Революционные Идеи В саму Россию Дело Даже не в этом И не в том Что Байден Наложит Жесточайшие Самые Жесточайшие Секторальные Санкции И разместит Ядерное Оружие США На Украине Под лозунгом Смерть Диктатору Путину И Тоталитарной России Так Надеются В Украине Так вот Все это Будет Конечно При Байдене При президентстве Байдене Да Но Обратите Внимание На Вице Президента Байдена Камилу Харрис В условиях Когда Байден Потому что Он Старик Будет Ну Дряхлеть И бронзоветь Она то Скорее всего И будет Принимать Самые Важные Решения И Она Еще Более Опаснее Чем Даже Сам Байден Для Кремля Чем Байден Этот Старый Маразматик Опасен Для Кремля То есть Чем Вице Президент Байдена Камила Харрис Опаснее Опаснее Для Кремля Во-первых Она Феминистка И Лесбиянка А Кремль Стоит Позиционирует Даже себя Как Источник Традиционных Ценностей То есть Схватка Между Москвой И Вашингтоном Будет Еще И Здесь И Я Сильно Сомневаюсь Что Если Вдруг Лесбиянки Террифеминистки Возьмут В руки Оружие То Бравые Росгвардейцы На стране Будут Их Бить Камила Харрис В отличие От Байдена Конечно Никакой Не старик Наоборот Она Молодая Девушка С яйцами И Она Готова Сражаться С Путиным По Всем Фронтам Ну Чтобы Вы Понимали Если Конечно Тоже Надо Оговариваться Если Байден Возьмут Власть Потому Что Еще Ничего Не Решено В Америке Так Вот Если Байден Возьмёт Власть И То Харрис Станет Первой В истории Женщиной Вице-президентом США До Этого Была Кандализа Райс Но В статусе Госсекретаря А Статус Вице-президента Это Намного Выше Конечно Чем Госсекретарь И Тупорылому Мужлану Путину И Автодоксальным Россиянам От Нее Не Поздоровиться Она Подымет Феминисток И Лесбиянок На Штурм Кремля Обязательно Ну Может быть Не на Штурм Кремля Ну В общем Будет Их Активно Поддерживать В России Понятное Дело Да А Харрис Не При Харрис России Не Поздороваться Я уверен Она По сути И Будет Управлять Американским Государством А Вовсе Не Байден Который Как и Трамп Будет Бегать По Больницам Ну Просто Всего Возраста Таков Мой Расклад Но Это Все Пока Да Если Ибо Трамп Конечно Будет Сопротивляться До Конца Сражаться До Последнего Вообще Президентские Выборы В США Из-за Нестандартной Системы Подсчета Голосов Всегда Смотрится Очень Интересно И Проходит Максимально На Конкурентной Основе Вот вы Себе Представляете Например Что В нашей Абсолютно Рабской России Путин Например Дебатировал Вот Серега Путин Так еще Дебатировал Ну Не хочет Навальным Так Хотя Пусть Подебатировал Безугановым Не в статусе Премьер-министра А в статусе Президента Нет А там Дебаты Это Обязательно В граде На холме Это Обязательно Элемент На сей раз Правда Дебаты Превратились В ругань Но Все равно Так что При Всех Минусах Система Коллегии Выборщиков Она Эта Система Непрямых Выборов Обеспечивает Самое Главное Максимальную Жесточайшую Конкуренцию И Она Система Выборщиков Защищает От Дураков То есть От Популистов И И Так же Система Выборщиков Да Есть Минусы Да Могут Победить Кандидаты За которых Меньше Проголосовали Но Благодаря Этой Системе Обеспечивается Максимальный Интерес По всему Милу К выборам США Не потому Что там США Самая Крутая Нация В истории Не потому Что там Экономика Самая Крутая Нет Не в этом Дело Жесточайшая Конкуренция Вот Основа Интереса К выборам В США То есть Нет такого Что Навальный Хочет Баллотироваться В президенты России Путин Так А давайте Заведем на него Уголовное дело Чтобы он Не смог Этого Сделать Такого В США Нет И Выборы Президентские В США Как всегда Настолько Интересны Что Люди В России В праздник Когда можно Мы будем Откровенно Полежать Подольше Поспать Побухать Ну просто Поваляться На диванчике Отдохнуть От работы Там Я Не знаю Готовки От еще чего Ну просто Можно там Полежать В праздник В России В день Народного Единства Нет Люди Встают В 6 утра Включают Телевизоры Телефоны Ноутбуки Что там у них Еще И давай Смотреть Кто побеждает На выборы В США И это В день Народного Единства То есть Один раз В 4 года День Народного Единства Святой Праздник Для всех Россиян Россияне С подлинным Интересом Запасаясь Попкорном Попкорном 4 ноября Следят За ходом Подсчета Голосов В США Ну настоящие Попкорные Россия Ну ничего Не скажешь И главное В праздник Как мне В интернете Написали Ну а что Ты хочешь 4 ноября Раз в 4 года Когда проходят Президентские Выборы В США В России Это не День Народного Единства Это День Единения С Америкой Имеется ввиду В том Что Люди Следят В России За Казалось бы В свой праздник Но тем не менее Следят За выборами В США Запрос Байден Тире Трамп И выборы В США Опережает Намного Запрос День Народного Единства Ну о каком Единстве Можно говорить Тогда Дальше На канале Россия 24 Устроили Телемарафон Нет Не с пышных Торжеств По случаю Дня Народного Единства А с прямыми Включениями Из Соединенных Штатов Америки Вот вы себе Представляете Насколько Выборы В США Это интересно Вот почему Америка Это Светоч Демократии Играет Опять Путину Путину 80% Нарисовали Все Ну Окей Пошли дальше Я не знаю Что там Курить Бамбук Нет В Штатах Это не так И даже Не лживый Как я А Самый правдивый Киселев Если вы обратили Внимание В своей Предыдущей Передаче Сюжет Про выборы В США Поставил На первое Место А лишь На первое Место В хронологии Своей программы А на второе Место День народного Единства В России А Ну как Ну патриот Прям патриот Киприот Своей страны Так что В этом году Был Настоящий Русский Праздник 4 ноября День Когда Россияне Следили А что там В Америке То происходит С подлинным Русским Патриотизмом Произошла 4 ноября 2020 года Так называемая Байденизация Нашего населения Ну и Байден У него В опыту В управленческих Делах Конечно И По более Чем У Трампа Имеется ввиду В государственном Он был Вице-президентом При Обаме Именно Байден Теперь он Теперь он Президент И он Знает Украинские Дела Лучше Чем Обама Лучше Чем Трамп И Надает Люлей В Донбассе Вам 7 Так что Ждем Официальной Победы Байдена И того Что Настоящий Демократ Байден Не даст Пуску Диктатору Путину Как Сучит США У нас Выборы Почему Самые Интересные Потому Что Нету Вашей Центральной Избирательной Комиссии И Мошенница Абсолютной Мошенницы Элла Панфиловой С его С ее Подтасовками И Крустелями Вот так Я Я Обычно Я обычно Там Ну сплю Я люблю Долго Поспать До 10 До 12 Там На выходные Дни Понятно Нет Лично Я встал В 6 утра Включил Россию 24 И начал Реально Тоже Следить Что там В США Происходит Вы представляете Настолько Это реально Интересно Как бы Вы к кандидатам Не относились бы И к системе Подсчета Голосов А теперь Слово Предоставляется Проигравшей Стороне И мы видим На своих Экранах Дональда Нашего Трамповича Который Пресекал Все Демократические Ценности У себя В стране За что И поплатился Вот что он Пишет Цитата Если Сочетать Законные Голоса То я Ну Трамп Легко Выиграл Особенно Многие Критические Кретинические Штаты Ну Трамп Как и Путин Полный Лжец В этом А не с Владимиром Владимировичем Похоже Боюсь Дональд И на сей раз Проиграл Как Дональд Даг Микки Маусу На выборах В Диснейленд Трамп Именно Что Как раз Проиграл Ключевой Штат Для каждого Республиканца Техас Техасцы Выразили Своё Одобрение Байдену А не Трампу Потому Что Все Осознали Что Трамп Навредил Системе Здравоохранения А все Надеются Что Байден Ситуацию С коронавирусом Исправит Да Сто процентной Победы Байдена Не получилось И Трамп Взял Глубинную Центральную Америку Но это Ничего Не значит В условиях Когда Самое Большое Население А это Важно Про Распределение Количества Выборщиков Живут На побережьях В США А там Лидирует Байден Трамп Также Заявил Что Республиканская Партия Удержала Сидат США И не потеряла Ни одного Места В их Американской Госдуме Нашей Госдуре Палате Представителей США И это Очень Необычно Но Здесь Все равно Как бы Газетчики Не употребляли Словосочетание Хромая Утка По 150 раз На дню Все равно Решающее Слово За президентом Вон Барак Обама Был хромой Уткой Но это Ему не Помешало На втором Сроке Грохнуть Террористов ИГИЛ И провести Операцию В Пакистане Когда Ликвидировали Бен Латена Надеюсь Прибайдин Так же Будет И с Донецкими Террористами Далее Трамп Обвинил В том Что он Проиграл СМИ И лоббистов Ну Не знаю Насчет Лоббистов Но действительно Все СМИ Кроме Опального Республиканского Фокс Ньюз Были Против Трампа Однако В 2016 Году Ситуация Была Один в один Точь в точь И это Не помешало Трампу Выиграть Выборы А сейчас Он Проиграл Некого Винить Дональд Кроме Себя Нарцисса Народу Америки Как и России Нужна Демократия И демократы У власти А не Республиканцы И не Клоуны Дальше Трамп Объявляет Объявляет В мошенничестве Обвиняет В мошенничестве Демократов Ну Не знаю В принципе Все может быть И карусели И вбросы И так далее Но на это Есть суды И в отличие от наших Проражных судов Где судьи В инстаграме Под бокалом Вина Прошу заметить Признавали Что еще даже Не судьи А студенты Юридических Вузов Что Будут При получении Диплома Судьи Брать взятки И жить На хорошую ногу Потому что Идут В суде Именно за этим Ну Это открыто Признавали В инстаграме Наши судьи Так вот Там В США В оплоте Демократии Это не так Можно добиться Своих прав И еще Трамп заявил Что Ему Что СМИ Держит Людей Дома Пугая Пандемии Намекая На ложь Про коронавирус И Подкрученные Голоса Байдену Трамп Так и не понял Что Ситуация В отличие От 2016 Года Когда он победил Кардинально Изменилась Если Раньше Важна Была Национальная Экономика И рабочие места Внутри страны Потому И победил Трамп А не Клинтон То теперь Важнее Всего Система Здравоохранения А Трамп И это Увидели Многие Избиратели В самих Штатах Ее Разрушил По другому Объяснить То что Америка На первом месте По заражению Коронавирусом Нельзя Но Трамп Будет Бодаться Естественно До конца И со словами Мы не позволим Украсть выборы Он Покинул Зал Для брифингов Ну что ж Вопреки Словам Трампа У него Не получилось Легко Выиграть выборы Запомните Легко На президентских Выборах Ни в одной Стране Не бывает А особенно В США В 2016 В 2016 Году Была Жесточайшая Конкуренция Трампа С Клиттон А в этом Году Еще более Жесточайшая Конкуренция С Байденом Трампу Никогда Ничего Не давалось Легко Впрочем Последнее Слово Не за Трампом Не за Байденом А за Верховным Судом Соединенных Штатов Во имя Демократии и свободы слова, как в России, так и в США, и транспарентности права на все времена и на всех выборах будут решать судьбу президентских выборов в Верховной. Самый главный суд США. Удивительно то, что население в США намного больше, чем в России, а судей меньше. Да, в Верховном их 9, в нашем Конституционном суде их 11, в Верховном суде США их 9. И это говорит только об одном, что наши суды забюрократизированы и закоррумпированы максимально, а там они действительно работают. Это тоже можно туда отнести, то что в советские времена население территории СССР было больше, чем ИРФ, а чиновников было меньше. Да, потому что они реально работали, они занимались казнократскими делами. Ну, пока мы временно отойдем от американского светоча демократии и града на холме, и спустимся в родное скотское болото в Россию. А в нашем болоте под названием Российская Федерация, увы, вновь в потере ушел из жизни писатель, сатирик, философ, легендарный стендап-комик, как сейчас бы выразилась молодежь, Михаил Михайлович Звонецкий, автор многих книг и реприз, ведущий и автор программы «Дежурный по стране», народный и заслуженный артист России. Лично для меня Михаил Михайлович всегда был образцом подлинной интеллигенции. Не тупого пыдла скота, как мой отец, который любит рассуждать подводочку и селедочку о политике. Нет, он, Михаил Михайлович, был образцом подлинного культурного человека, как советской России, так и современной России. И был, что называется, совестью нашей нации. На заре своей карьеры, работая в Одесском порту, Михаил Михайлович не понабрался той брани, которую всегда слышишь от рабочего человека, особенно в порту. Его ум, его совесть не дали ему идти по проторенной дорожке советского рабочего до первого прилавка с хмельными напитками. Нет, Михаил Михайлович всегда оттачивал русское слово. С него брали, я уверен, еще будут брать, даже после его смерти. Пример, многие, в том числе и я, где-то его художественные произведения были не смешными, но навсегда точными и интересными. Его любили как в России, так и на Украине, даже после того, как началась война между двумя братскими народами, повиняясь на России. Разумеется, стоит также отметить, что высшее звание артисту, народный артист, украинцы присвоили раньше, чем аналогическое звание россияне. Но это все не важно, ибо Михаил Михайлович давно перестал быть просто сатириком и стал настоящим русским философом. Ушел человек чести, человек эпохи, человек ума. Мои традиционные соболезнования и вполне дежурные, родным и близким. Все, кто знал Михаила Михайловича не через экран телевизора, а лично, ушел действительно столб нашего общества. Очень жаль. Покойтесь, Михаил Михайлович Смирнов. Ну а теперь после дежурного некролога к аналитической статье, отчего же умер Жванецкий. Ну, первое, что я узнал, когда я подумал, что я узнал, что Жванецкий умер, так это его скатил коронавирус. Однако нет. По информации журнала StarHit, ну то есть Андрея Малахова, умер Жванецкий от рака. Тоже малоприятная болезнь. Думаю, все-таки, что Михаила Михайловича, а я обращаюсь по имени отчеству только к тем людям, которых я действительно уважаю. Так вот, Михаил Михайлович сейчас подкосила самоизоляция. Я более чем уверен, как футболист не может быть без матча, так и сатирик, даже если он на пенсии, не может без живого общения не с близкими, да, а с незнакомцами. А тут, конечно, на фоне пандемии все концерты отбедились. В период самоизоляции он, как законопослушный гражданин, никогда и никуда из своей квартиры, своего дома не выходил. Вот, к сожалению, и получил. И это, конечно, урок, как и пенсионерам, что надо выходить на улицу, даже если там творится жутчайшая дичь, ибо движение – это жизнь. Так и урок властям, что не надо ограничивать пенсионеров в движении, а то, знаете, мрут они часто, и в основном не от ковида-19, а от запретительных мер. Что еще интересного можно подчеркнуть из смерти Михаила Жванецкого? Пляски на костях, разумеется, но все же. Итак, его положили не в абы какую больницу, а в больницу управления делами президента. Но вы знаете, да, эти кремлевские больницы, спецобслуживания, когда народ вынужден не то, что в коридорах лежать, в пандемию, а в палатках. Некоторые люди пользуются отдельными привилегиями, хотя Михаил Михайлович выступал как раз против них, но вот видите, перед уходом из жизни, этими спецпривилегиями и все-таки воспользовался. Да, но даже врачи, которые, казалось бы, лечат верхушку нашего государства, увы, не смогли справиться с болезнью Михаила Михайловича Жванецкого. Да, возможно, Михаил Михайлович поздно обратился, не просто прошу заметить врачам, а к элитным врачам, элитной клинике. Но даже те не смогли ему помочь. В какой же жопе находится система здравоохранения, что даже элитные врачи с закрытых клиник не спасают людей в России, а лишь провожают их в последний путь вип-клиентов? Возможно, и то, что, конечно, операцию Званецкому, если у него рак действительно, отложили на фоне коронавируса и получили печальные и трагические результаты. То есть, на фоне коронавируса откладываются плановые операции. Ну, а это же медицина, да? Это же не то, что вот ты, например, когда пилишь дерево, сегодня ты устал, можно сказать, да ладно, завтра попилю. Нет. Промедление даже в самых плановых, в самых стандартных операциях чревато жизнью человека. Но в Минздраве, да и некоторые врачи бездари, потому что такое вот образование сегодня дистанционное, как говорит Собянин. Ну что ж, я очень хочу Собянину, например, чтобы он лег на стол хирурга, если до этого дойдет, который учился по дистанционке. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Но, вернемся к трагической, безусловно, утрате Михаила Михайловича Звонецкого и жизни. Ну, знаете обидно чего? Что невозможно с Михаилом Михайловичем было проститься. Из-за пандемии и ограничений отменили пышные похороны. Да, то есть, когда артисты такого уровня, его группы выставляют на сцену в любом театре, и к нему попрощаться может зайти практически, ну, отстояв, разумеется, гигантские очереди. Любой человек. Увы, это все отменили. И пышных похорон не будет. Лишь в кругу семьи. Очень жаль. Его поклонники отмечают, что Михаил Михайлович мог уехать в другую страну, но как истинный патриот, а не киприот, который следил на этой неделе за выбором в США, не стал этого делать. И продолжал писать мудрые шутки с глубоким смыслом. Но, увы, увы. Даже уголовный мир Михаила Михайловича уважал. Со смертью Михаила Жванецкого в России осталась лишь одна гадость и пошлятина. Мракобесия, матюги и скорбрезности. Жванецкий был последним настоящим писателем России. Он, честь совесть нашей эпохи, это был действительно святой человек. Ах, как жаль. Бесконечно больно и обидно. Его смерть проживаешь, как свою. Я напомню, что такого сделал Званецкий для современной России. Он всегда защищал слабых и тех, кого власть угнетала и заводила уголовные дела на них. Например, в 2012 году он написал письмо Путину в защиту скандальной группировки активистов Пусси Райт. И постоянно выступал против любого вида цензуры и любого вида мошенничества со стороны государства и государевых мужей. Оставаясь при этом любимцем русской нации. Михаил Михайлович очень классно оттачивал свое слово. Он в этом плане был, наверное, наравне с Александром Сергеевичем Пушкиным. И вот он ушел. Ну а мы к другой теме. Минута молчания. Все. Все, давайте к другой теме. Попова, которую вполне можно назвать жоповой. Где она там полная жопа. Так вот, Попова назвала место, где чаще можно заразиться коронавирусом. И это, конечно, общественный транспорт. Главное, Соберяне не говорить. А то еще возьмет, да и отменит весь общественный транспорт столицы. А за ним потянутся и другие умные, в кавычках, руководители регионов. Все во имя, естественно, прогресса. Ну как же без этого? И безопасности граждан, разумеется. А особенно, конечно, так навредит коронавирусу отмена троллейбусов в Москве. О, прям коронавирус этого забоится и улетит обратно в Китай. Так вот, вернемся к Поповой. Попова призвала россиян меньше ездить в общественном транспорте. Если Попова не лжет, то подождите, какие соблюдения маршного режима в транспорте? Но получается то, что соблюдай, не соблюдай, а все равно есть риск с максимальной долей вероятности заразиться в общественном транспорте. Во-вторых, а как тогда, если Попова говорит, что максимальное заражение коронавирусом приходится на общественном транспорте, А как тогда рапорта транспортных компаний, что у него проводится генеральная уборка всех автобусов, троллейбусов, в общем, всего подвижного состава? Каждый час, каждую минуту. Ах, что же с этим делать? Получается, они врут? Или врет Попова? И мне непонятно. Скорее всего, и она врет, и транспортные компании тоже врут. Поэтому и бушует коронавирус. Госпожа Попова, уверен, никогда не ездила в общественном транспорте. Возможно, только в студенческие годы. Она, как истинная слуга народа, свою Попову, так сказать, пересела с автобуса в дорогущий правительственный месседрес, где тепло и комфорта, и нет толпы людей. Тут Попова опомнилась и заявила, что это все из-за того, что 80% заболевших просто не соблюдали требования в тот или иной период. А как их просить и соблюдать? Ладно, маски, ладно. Ну вот, взять социальную дистанцию. Ее невозможно соблюдать в часы пик в общественном транспорте. Понапихаются толпы народа. А ехать как-то надо. Ждать следующего трамвая, автобуса, троллейбуса нельзя. Потому что надо же ехать. Про троллейбуса мы промолтим. А иначе Собянин опять разозлится. Но все-таки я не верю словам Попова про общественный транспорт. И вам не советую. Я сам пользуюсь регулярно общественным транспортом. Ибо нет у меня в своей машине. И на покупке машины я экономлю. И, чтобы вы понимали, я езжу в основном без маски. И совершаю под 90 поездок в месяц. Но ничего, не заболел короной, как вы видите. Да, иначе этой передачи бы и не было. Так что заявление Попова, что заражаются люди в общественном транспорте коронавирусом, полнейшая ложь. Заражаются в основном на курортах заграничных. Почему на заграничных? Потому что общаются с представителями других стран. Ну и вот вирус передается от человека к человеку таким образом. Попова, Жопова призвала россиян провести новогодние праздники дома. Ну, это еще куда не шло. Довольно логично. Новый год это семейный праздник. Но дальше она добавила, что Новый год надо проводить на свежем воздухе. То здесь можно согласиться. Но я знаю по себе, как только ты выходишь на улицу 31 декабря, тебе охота сразу поехать куда-то на площадь. Ну, или в другие знаковые места твоего родного города. А как добираться-то? Правильно, через общественный транспорт. Где можно подхватить бациллу. Где, со слов Попова, чаще всего заражаются коронавирусом. Хотя это очень весьма спорно. Да и все время 31 декабря. Невозможно быть на улице. Зима, знаете, или холод. Дальше госпожа Попова заявила. Ну, вы знаете, если есть возможность уехать зимой на дачу, уезжайте. А у госпожа Попова не у всех пентхаусы на даче. В народе дачи это в основном летние домики, которые не предназначены для нахождения в них зимой. Такую дуру, как Попова, это еще надо поискать. Ну, дальше Поповой в так называемом коронабесе. А это такое соревнование сомнительных с точки зрения науки мер в рамках борьбы с защитой от короны и здравого смысла. Так вот, дальше всех на этой неделе в коронабесе пошел врач-терапевт некий Филипп Кузьменко. Он заявил, держитесь за свои животики, что соленые огурцы и рыба провоцируют коронавирус. Не, ну как так можно, а? Вот как. И обосновывают это тем, что в рыбе и в огурцах много соли. Не буду спорить, что соль вредна и провоцирует ожирение и болезни сердца. Действительно, это есть. Но при чем здесь коронавирус? Одни дебильные предложения от медиков сыпятся за другими. И именно поэтому происходит рост числа заболевших в России. Потому что формируется, к сожалению, не иммунная прослойка от коронавируса, а дебильные предложения врачей, чья компетентность вызывают весьма, весьма вопросы. Не все такие врачи, конечно, понятно, есть прям, которые рабеют за свою поликлинику и больницу в условиях пандемии. За таких хочется, так сказать, заступаться. Но они не правят, к сожалению, Минздравом и Роспотребнадзором. А правят какие-то идиоты. Дорогие граждане, транспорт безопасен. Безопасен. Да, так что ездите спокойно. Не прошел и год работы нового правительства, как Путин пошел на очередные перестановочки в нем. Пять министров сменятся, и их заменят новыми. А дальше я буду сжечь глаголами из телешоу, телеканала Мир, слабое звено. Кто в правительстве заблудился в трех соснах? У каких министров голова только для того, чтобы есть? Чей интеллект в министерстве находится на уровне Принтуса? Путин и Мишустин определили слабые звенья с правительствами. Вот их имена и должности. Уволили главу Минэнерго Новака. Ну, как уволили? Он пошел на повышение и стал очередным вице-премьером. Лично у меня к Новаку не было никаких претензий. Так за что же его, ну, если не уволили, то переставили-то? А дело в том, что 8 ноября этого года под стражу отправили заместителя Новака господина Анатолия Тихонова. За что? А тот взял и организовал мошенническую схему при разработке топливно-информационной системы этого некого левиафана правительства, на котором оно, это самое правительство, и отмывает деньги. Но, видать, отмывать деньги не всем позволено это делать. Так вот, заместитель Новака украл более 600 миллионов рублей с программы, которая призвана автоматизировать функциональность коммерческих и технологических структур для оптового рынка сырья. Молодец Анатолий Тихонов, а 600 миллионов рублей украл. За такое хищение, да, такое хищение даже в Кремле заметили. Теперь сам Новак в статусе вице-премьера обязан заниматься этой самой системой автоматизации топливно-энергетического комплекса. Далее, в отставку отправили главу Минприрода Дмитрия Кобылкина. Вы не поверите, Дмитрий Кобылкин тоже замешан в коррупционном скандале. Многие думают, что его уволили за то, что там, на районном востоке, произошел выброс вредных веществ и погибли многие обитатели Охотского моря. Ну, помните тот скандал, да? На шпачине северного океана, конечно же. Но нет, нет, его Кобылкина уволили по-другому. Так вот, этот скандал был еще на предыдущем его посту, когда Кобылкина возглавлял Ямало-Немецкий автономный округ. У ООН его потопичные Сартасов и Кудрецов через посредников получили взятки в размере 5 миллионов рублей за махинации с недвижимостью в Ямало-Немецком автономном округе. Ай, молодца Кобылкин! Ай, тот еще коррупционер в правительстве! Но Кобылкина, несмотря на то, что его замы, еще раз, сфоровали 5 миллионов рублей, Кобылкина не только не взяли в оперативную разработку, но и повысили до уровня Министерства природных ресурсов. Это Россия, детка! Здесь, если ты вор, то ты в шоколаде, а если честный человек, то тебе не сдобралась. Так вот, естественно, на новом посту Кобылкин взялся за старое, за коррупционные схемы. И начал уже не только махинации с фазендами и с домами, а с лесом. Благодаря Кобылкину породы ценнейшей дровесины вывозились в Китай по абсолютно серым левым схемам. Далее, вслед за ним, уволили главу Минстроя Владимира Якушева. Это самое интересное, поскольку нет товарища, будьте спокойны. Якушев на сей раз не коррупционер. Он не воровал из бюджета и на освоение различных фирм, компаний, мостов и так далее. Нет. Причиной увольнения стал конфликт Якушева с вице-премьером Маратом Хусанаулиным. Дело в том, что Марат Хусанулин после того, как стал вице-премьером, дал понять, что Министерство строительства под его контролем. Хусанулин изменил некоторые нормативные акты при строительстве. То есть, читайте между строк. Якушев не хотел участвовать в коррупционной схеме Хусанулина, при которой, случись что, Якушев бы отправился за решетку. Тут надо отдать должное Якушеву. Он не захотел участвовать в коррупционных схемах наших вице-премьеров. А то, насколько бесполезны эти вице-премьеры и что они дублируют ряд министерских функций, я уже много раз, и плодят бюрократию, я уже много раз говорил. Зачем? Нахрена они? Есть министры, есть заместители министров, есть премьер-министр, самый главный министр. Ну и все. Этого должно быть достаточно. Нет, раздуем правительство, еще одно вице-премьеров, а? Так вот, тут надо отдать должное Якушеву. Коррупционной схемы при нем их не было, в статусе министра строительства. И сам он не захотел участвовать в большой коррупции при федеральном правительстве. И, как пишут многие источники из российского Белого дома, подал в отставку сам. Увольняют министра транспорта Евгения Дитриха. Дитрих конкретно воровал на строительстве московской центральной кольцевой развязки. В личный карман Дитрих положил рекордную сумму в 138 миллионов рублей. Да. И таким образом, как он положил это в карман? Он раздул смету на эту самую центральную кольцевую развязку до таких космических предел, что дешевле было построить развязку аж до самой Венеры, наверное. Также, как опытный управленец и, конечно же, эффективный мэр, а других в правительстве российском не бывает, Дитрих разорил министерство транспорта на сумму 5 миллиардов рублей. То есть, серьезно, министерство транспорта Российской Федерации должно вот сейчас банкам сумму 5 миллиардов рублей. Потому что Дитрих воровал. Воровал Дитрих и до строительства жудэстанции 9-й километр северо-кавказской железной долги. Да уволили его, конечно, ни за какую, ни за коррупцию, нет. У Дитриха вспыхнул конфликт с генералом управления ФСБ на транспорте Николаем Захрятином. Генерал Захрятин давно добивался его увольнения, ну, потому что добиться срока Дитриху нереально, пока он в статусе министра. Так, это только с уликой, он может так прокатить. Так вот, значит, Захрятин давно добивался увольнения Дитриха в связи с нецелевым, в связи с тем, что Захрятин выяснил, что Дитрих занимается расходованием нецелевых средств на строительство Крымского моста. То есть деньги идут не на строительство Крымского моста, а ему в карман, и он главный бенефициант, главная выгодоприобретатель от строительства Крымского моста. Даже вовсе никакой не Рутенберг с Ковальчуком, о которых мы думали очень много. Нет, Дитрих. Дитрих получил максимальную выгоду к себе в карман из бюджета от строительства Крымского моста. Генерал Захрятин, видать, не зря проводил расследование против Дитриха, но, к сожалению, Дитрих нашел на него компромат. И сотрудникам ФСБ не удалось арестовать Дитриха и доказать его причастность к мошенническим схемам строительства Крымского моста. А жаль. Схватка бульдогов под Кравром и как в День народного единства, и так после, естественно, продолжается. Актуально, конечно, в связи с тем, что Путин уволил четырех министров и посадил на их место новых, здесь басня Крылова. А вы, друзья, как не садитесь, все в правительстве в музыканты не горитесь. Хотя вот именно, что не садитесь. Вот если бы сели лет так на пять, на десять, тогда бы и подумали бы, а может не стоит воровать и уйти, как это сделал Якушев со своего поста. Не желал участвовать в мошеннических схемах. Ну, дело, конечно, не только в коррупции. А вообще, в целом, политики путинизма. Одни верхи, как наш кремлевский старец Путин, меняют на другие верхи. А толку нет. Для народа остаются лишь корешки. Кроме я другой басни. Такие вот перипетии в правительстве. Подписано заявление о прекращении войны в Карабахе. Однако, для России это сулит, наоборот, втягивание в войну. Об этом чуть позже. А пока действительно подписано заявление между президентами России, Азербайджана и Америки о прекращении военных действий в Карабахе 10 ноября. Пашинян вот что написал по этому поводу. Цитата. Я принял очень болезненное решение как для себя, так и для моего народа подписать мирный договор с Азербайджаном. Это исходило из глубокого анализа военного положения и оценки людей лучше владеющих ситуацией. Это не победа, к сожалению, армянского народа, но и не прозрач. Конец цитаты. Уверен голова Кадмина Армении. Да, Пашинян мыслит трезво после взятия ключевого города Карабаха Шуши и открытия плацдарма для наступления азербайджанской армии на столицу Нагорного Карабаха Степана Керт. И в целом замыкание кольца азербайджанскими вооруженными силами со стороны провинции Нахичевань ничего другого, кроме как подписать мирный договор для Пашиняна не остается, а иначе азербайджанские ОС полностью займут Карабах. Будем честны, новый виток противостояния Армении и Азербайджана остался за Азербайджаном. Армения же по сути проиграла войну. Это почувствовали многие армяне, что как и то, что лично Пашинян проиграл войну и проигравшие войне с азербайджаном армяне ворвались в здание правительства Еревана с лозунгом Пашинян ты предатель протестующие буквально громили все правительство Армении. Что мне напомнило сцену из фильма обитаемого острова, когда неизвестные отцы проиграли войну с островной империей помните да в Саракше тоже начались погромы вот так и в Армении здесь я не соглашусь с протестующими да Пашинян несет личную ответственность за пройграш войне однако не все так просто Азербайджаном был лучше подготовлен к войне а армяне расслабились и активно не тренировались да армянские вооруженные силы участвовали в рамках УДКБ в учениях но это все таки не совсем подготовка к войне но любопытно то что армяне на три буквы посылают миротворческие усилия с самой России армянам надо вот что понять и они хотят отбить полностью Карабаху Азербайджана так вот армянам надо вот что понять если бы не этот договор то Степанакер давно бы уже был бы взят Азербайджаном проигрывать всегда трудно как говорит Танос в Мстителях но надо это признавать ну а теперь самое интересное для нас конечно для россиян Путин вводит войска в Карабах по договору от 10 ноября с Азербайджаном речь идет конечно про миротворцев да мы помним чем миротворцы отличаются от обычных войск у них нет наступательного сейчас минуточку у них нет наступательного вооружения цель миротворческой миссии следить за прекращением огня и не дать сделать Турции новый геноцид армян в Азербайджане в Карабахе и в целом в Армении ну а теперь сухого языка политесса на русский теперь из-за конфликта Армении и Азербайджана польется по полной российская кровь наших военнослужащих в Карабахе не думайте что типа наши миротворцы будут просто стоять там на блокпостах и курить бамбук или беломорканал нет они будут подвергаться постоянным обстрелам а также похищением с целью выкупа такое уже было в Грузии например аж до самого 2008 года когда грузинское руководство решило полностью зачистить наших миротворцев в Южной Осетии и пришлось уже вводить не миротворческие войска а самые настоящие и чеченских головорезов и как бы когда бы это не звучало наступательные войска пришлось выводить в Грузию вообще где гарантия что Азербайджан как в свое время Грузия возьмет рано или поздно и не шандарахнет по российским миротворцам из градов ну наверное сейчас из беспилотников а ведь ударных беспилотников у российской армии нет ну уж тем более их нет у миротворцев и скорее всего это сделает не Азербайджан понятно да а Турция гарантий таких нет уже в Нагорном Карабахе сбит уже кровь российских военных полилась в Карабахе сбит не армянский а наш военный вертолет Ми-24 который сопровождал российскую колонну на базу в Гюмри конечно Азербайджан заявил что это была ошибка и так далее но где гарантия что таких ошибок не повторится в будущем их нет и поэтому теперь будет лица российская кровь в Карабахе кровь российских военнослужащих и матеря вновь будут оплакивать своих погибших сыновей расширится производство табличек Груз-200 а наши генералы как всегда будут утверждать что бабы еще нарожают из-за конфликта Армении и Азербайджана будет страдать Россия оплачивая как всегда трупами своих сыновей данный конфликт причем Алиев когда будет развернута миротворческая миссия хочет туда пропихнуть и участие в ней и Турции то есть турецких военных а что если турецкие военные поссорятся с российскими будет большая война и весь Кавказ да не только весь Кавказ утопит все в крови так что война вот сейчас большая война она по сути началась война это не только боевые действия но это еще и противостояние да кто больше всех выстоит на блокпосту и получается то что миротворцы в Грузии ну проиграли потому что главная задача была миротворческой миссии России в Грузии не допустить войны они допустили войну и пришлось туда вводить уже так сказать боевые наступательные части по полной программе так что уроки миротворческого батальона в Грузии российского стоит учесть конечно и в Азербайджане в Карабахе понятно да будет 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 ли Алиев Саакашвили пойдет ли он на уничтожение рано или поздно российских миротворцев тут время покажет и и любопытно так что и несколько фронтов для России в Сирии в Карабахе и возможно даже в Крыму гипотетически то есть война в Карабахе может осложнить жизнь России при решении Путина вводить туда миротворцев ну посмотрим каково оно будет в дальнейшем пока там на официальной основе появились российские военные именно в Карабахе посмотрим что из этого выйдет и сколько их там поляжет ведь работа опасная действительно быть миротворцем это вам не спецназ ГРУ где можно там врага херачить из самого современного оружия любыми методами нет ну и напоследок самое жареное самое скандальное самое унизительное закат и зашквар карьеры что говорит о слитом в сеть интимном виде с Артемом Дзюбой не могу пройти мимо этой рукоблудной темы спортивный мир разделился на две части они требуют в прямом смысле голову Дзюбы у себя на блюде а другие поддержали футболистов в такой непростой ситуации вообще кстати читая это я тоже сейчас порукоблужу но вы этого не видите потому что ютуб это запрещает вообще даже без этого интим скандала Дзюба самый обсуждаемый форвард ну то есть нападающий нашей сборной и по-других обсуждать некого ну не Кузяева же обсуждать Дзюба известен своими хлесткими цитатами которые оказались оказывались неточны ну например про тренера Уна Эми что это всего лишь не тренер а ты не Ришка а после этого он возьми и несколько раз выиграй Евролигу так что умом Дзюба явно не блещет вообще как играет на поле Дзюба он хорошо действительно использует свое тело так сказать в прямом а сейчас даже и в переносном смысле в свете нового скандала он может выпрыгнуть хорошо и пробить но никогда он не уйдет в дрибинг короче ближе к делу так вот в сети появились видео на котором выяснилось что Дзюба еще и безнадственный человек вместо того чтобы завести себе какую-нибудь содержанку или ночную бабочку как делают все нормальные футболисты он имел наглость опустить руку прилюдно в трусы и шебушать в трусах на камеру данные 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 данная видеозапись ушла в сеть ю увидел главный тренер сбоны России Станислав Терчесов и оттенил дзюбу от ближайших матчей матчей со сборной и разразился грандиозный скандал одни считают что мол а что здесь такого в мастурбации капитана сборной России другие требуют чуть ли не отстранить дзюбу пожизненно от футбола и от спорта вообще неловкая интимная ситуация с дзюбой стала поводом многочисленных шуточек в интернете что мол теперь никто руки дзюбы не подаст или дзюба иди и шебурши в штанах спартака депутаты потребовали от дзюбы чтобы тот написал свое заявление нет не на то что он был изнасилован своей рукой а на то что вот эти вот данные кто-то слил в сеть и потребовали тщательного расследования депутаты кто рукоблудил кому рукоблудили и было ли рукоблудие по принуждению ну в общем скандал с дзюбой вышел из категории светская охотника и получил категорию наивысшую в России политический статус ведь не будем забывать что дзюба это капитан сборной и капитан это уже не про спорт а про политику поэтому в вестях и занялись как раз таки как и рукоблудим киселевским так и самим дзюбой и так вот что мы вывестили это скандальное видео где он распускает руки предназначалось вы не поверите матч ТВ одно из самых бездарных спортивных телекомпаний настолько бездарных что ее руководительница Тина Канделаки никакого отношения к спорту не имеет и считает что пиар важнее показа топовых спортивных матчей по большому бесплатному ТВ ну что ну что конечно же не так и так сотрудники матч ТВ часто орут во время матчей некоторые как губерниев или черданцев вообще находятся в полном неадеквате на работу матч ТВ часто приходят да действительно красивые девушки которые могут держать осанку но которые не смыслят ничего в спорте за редким исключением и умеют только держать осанку вот дзюбы на них и испражнялся да фиксирую сам процесс на телефон в инстаграм он занимался этим видео предназначалось Марии Орзул сотрудницы матч ТВ трагизм ситуации заключается в том что дзюба изменял жене именно с Мари Орзул сотрудницы матч ТВ таким образом сотрудники матч ТВ рушат семьи ведущих футболистов сборной России браво Тина Кандалаки вот это настоящий профессионализм сотрудников матч ТВ вот это действительно достойный спортивный канал нашей нации что сотрудницы матч ТВ пардон ахуются с футболистами направо и налево мешают нормально тренироваться не все но многие значит все накинулись на дзюба мол какой пример он подает молодежи не понимая что это самая молодежь этим делом которым занимался дзюба в инстаграме и занимается я подбираю значит это слова чтобы ютуб не дал рейтинг 18 плюс да приходится тщательно слова так вот дзюба считают что его подставили это вовсе не важно вы наверное не знаете да и вообще мало кто знает в нашей увы как выяснилось не футбольной стране о том что не важно что дзюба делал не футбольного поля как занимался своей левой или правой рукой своей личной жизнью да пускай бы он Ольгио Сорзул устроил все равно его бы отсланили от сборной почему потому что есть новые рекомендации спортивных светил медицины про радость выстержания да как бы это объяснить цензурными словами ну в общем считается что интимное что футболист на интимную жизнь расходуют энергии больше чем на сам футбол и поэтому самые крутые футболисты естественно когда у них сезон когда много матчей они не занимаются ни рукоблудием ни интимными отношениями даже со своими женами они целиком и полностью свою энергию тратят на футбольном поле и поэтому радость воздержания помогает футболистам хорошо бегать обводить соперника забивать голы в конце концов да и вот поэтому самые топовые футболисты мира такие как Криштиану Рональду или Лионель Месси у них никогда не бывает не будет когда они будут бегать на поле нормальной личной жизни поэтому от Рональду и ушла шейк не потому что они геи как хотелось бы многим в Европе нет они целиком и полностью отдают себя на футбольном поле и сил заниматься интимной жизнью у них уже не остается только лишь в отпусках вспомним дзубу последнего образца он извините ну еле ходил на поле ковылял не бегал даже в туповых матчах лиги чемпионов все почему а как раз потому что активно занимался своей интимной жизнью и неважно рукоблудил ли он снимал ли он там отборных так сказать футболисток нежной планки социальной ответственности неважно главное то что он свою природную энергию использовал не на пользу зенита и футбола и поэтому его отстранили то есть вовсе не за то что было опубликовано интимное видео а за то что дзюба по большому счету занимался всякой херней а нормально соблюдал спортивный режим спортивный режим это не только про тренировки и физнагрузки это еще про то как умеренно и хорошо отдыхать отдыхать не от слова мастурбировать а от слова просто лежать на диване какое-то время и приходить себя накапливать силы а не расходовать их на свой на свое место между ног поэтому и отстранили его от сборной в общем вывод такой если хотите быть настоящим футболистом вам придется воздерживаться от секса увы но это так надо меньше дрочить и больше думать про выборы в США таковы итоги этих вестей недели этой недели увидимся услышимся пока а нет у нас еще есть 30 секунд но вот у меня за окном уже выпадает снежок уже зима приходит а там собянин сказал что нового года не будет ну что ж будет новый год как в 95 и в 2000 годах в грозном будут все в руинах ковид диссиденты я уверен что не будут молчать и объявят войну с оружием в руках с заградительным мером собянина а вот теперь все пока все Продолжение следует...